Всем привет! Сосиской вам помажем! Мы продолжаем кататься по Алтайскому краю в поисках дома. Сегодня у Первый день такой основательный был, уже подходит к концу. Мы проехали от Барнаула и уже до республики Алтай. В общем, смотрели Троицкий район, Зональный, Целинный и Бийский. Вот четыре района. У нас были деревни намеченные заранее, которые мы хотели посмотреть, смотрели там дома. Но все как обычно, нам ничего не понравилось. Все не то, все не так. Все гвозди не так забиты, то саморезы шляпками вперед закручены. На самом деле все гораздо проще. Дома просто старые. То есть те, которые есть вот хорошие дома, такие с приличным ремонтом, с ровненькими новыми сарайками, они все на двух хозяев, двух квартирники. А мы такие не рассматриваем. Мы смотрим отдельно стоящие дома. И поэтому то, что укладывается в наш бюджет, отдельно стоящие дома, это все вот в этих районах. Это старый фонд. Старые-старые дома. Те, которые требуют ремонта, те, которые нужно восстанавливать. Ну, ну что, просто раньше люди строились, отдельно стоящие дома оставили. Маленькие. Потом, получился Советский Союз, двух квартирники зафигачивали. Союз развалился, двух квартирники остались. Ну, там кто-то что-то еще построил. Уже более хорошие дома. Но они сами в них живут. Они их не подают. Да. Соответственно, те, которые отдельно стоящие, новые дома, это уже прям коттеджи. Ну, естественно, в наш бюджет это не укладывается. Потому что вот эта трасса Барнаул-Бискви и Дали, все-таки это туристическое направление уже. И дачное, потому что города. И там ценник уже высокий. Так, ладно, все. Я пошел чиниться. Машину посмотреть? Ладно, я пока договорю. Из таких деревень, что мы смотрели, мы заезжали в Хайрюзовку, Буланиха, если кто знает такие деревни. Сегодня уже хомячец стоит. Так, Буланиха, потом Марушка, Воеводская. Ну, вот такие вот основные, то, что я помню. Из всех больше всего нам понравилась Марушка, потому что туда дорога хорошая, новая. Вот, поэтому все-все относительно. Вот мы и проехали по этим районам, чтобы сравнить, так сказать, успокоить себя, свою совесть. Чтобы не было потом, что мы приехали на юг Алтайского края, купили где-то там дом, начались какие-то проблемы. И мы начнем ныть, что вот, надо было съездить в те районы посмотреть, а вдруг там лучше. Вот это вот чисто для своего спокойствия, в общем, все сделано. Мы уже, когда выезжали уже из Бийского района в сторону республики Алтай, мы уже так успокоились. И, как бы, я Сережа сказала, что на самом деле изначально было понятно, что вряд ли мы тут найдем дом и будем здесь жить. Потому что все-таки нас тянет туда, куда мы хотели изначально. Это Краснощековский район, либо это Петропавловский район будет. Все-таки нам там привычный, нам там роднее. Мы там много лет туда катались, мы там все знаем. Уже не чужое, скажем так. Вот, сейчас будем искать место для ночлега, уже скоро стемнеет. Мы думали, конечно, что может быть назад вернуться через Бийск и туда поехать, то есть, ну, в Белокурих и туда, в Петропавловский район. Но, по сути, мы уже доехали до той точки, что нам одинаково, что через республику, через Аю Алтайское приехать в Белокуриху, что через Бийск. Поэтому решили, ну, все-таки через республику рвануть, хотя бы видами понаслаждаться. Как-то так, что будет дальше, неизвестно. Пока торопиться не будем у нас. Сейчас у нас уже времени полно, мы без дома. Вот, возвращаться некуда. Будем ночевать в палатке в машине. Торопиться некуда, будем основательно все смотреть. jumper по мероприhmm tube. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» 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 Эх, походная романтика Что у нас тут делается? Ужин Сосиски крошатся в доширак Ну что, все есть Чашки, кружки, ложки Все, что нужно в походе Под такие звуки мы сегодня будем засыпать Спать всю ночь Шикарно Утро у нас сегодня мокрое Ночью пошел дождь И до сих пор моросит Небо все затянуло В палатке хорошо Мы выспались Время уже аж 9 час утра Мы долго что-то сегодня спали Думала, раньше был Ну вот, перерывчик небольшой В дожде И мы собираемся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Доехали до Алтайского Дождь здесь закончился Небо прояснилось Мы сделали Остановку, чтобы перебрать вещи Которые Во время дождя Закинули по-быстрому В палатку Просушить Перебраться в салоне Все это назад в кузов убрать А то пока дождь моросил Быстро-быстро собирались Все мокрое Все в салон побросали Потому что в кузове тоже было мокрое Ну а сейчас, в общем, просушимся Вот, возможно, даже чайку попьем Поставим Газовую плиточку Нагреем воду Вот и дальше уже Поедем В это, в Алтайское Алтайский район Ну и в ту сторону Алтайский, Солонешинский Потропавловский И так далее Ну а сегодня в качестве столика У нас кузов Вчера на нем палатка стояла Мы не могли им воспользоваться А утром и в обед Можно прекрасно расположиться И в кузове Да? Места хватает достаточно Прекрасный автомобиль Прекрасный автомобиль Ну, сейчас попьем чаю Вода скипит Перекусим Ой, я доширок не буду Что-то я и так У нас есть прекрасное сало Которое у нас родственники Угостили Привет им Мы им прям наедаемся Хорошо Мне достаточно с утра Ну что ты скажешь? Хорошо тебе? Да чтоб я каждый день так живем Не говори В таких видах завтракал Закипело? А, мясо? Комар? Да Свалился Мясо Вот в такую погоду приходится еще кататься Смотреть домики Сейчас такой ливень был Не успела немножко снять Поехали Думаешь будет еще? Нет Вообще прям стеной Там все черные Вон пуча какая Ну что делать? Стоять некогда Надо, надо ехать Я думаю Надо помыться Намыриваться Помыться? На халяву Сегодня буду гостиницу Сыганаливать Да Думаем То ли сегодня Третью ночь в палатке Ночевать То ли гостиницу снять Ну посмотрим Пока еще Вот опять Валил Это дождь Зато так свежо Мы уже устали от духоты Устали Если честно Ну что У нас опять проблемы с колесом Уже второй раз Первый раз у нас это колесо спустило Мы его пробили Буквально на третий день поездки Это было где-то в Алтайском Заехали на шиномонтаж Нам поставили заплатку Там был порез Прям большой Вот Сегодня Десятый день Нашей поездки И заплатка закончилась Проблемы не с колесом Проблемы Шиномонтажниками Шиномонтажниками, да Заплатки хватило Получается Где-то дней на На шесть На семь Шесть-семь дней И все Причем мы даже Не сразу заметили Только по звуку Поняли Уже когда дизину Начала жевать Придется сейчас Менять На запаску И ехать Опять до ближайшего Шиномонтажа Ну что делать Так вот бывает В дороге Так как мы давно Уже в пути У нас Очень пыльно Очень пыльно В багажнике Мы собрали всю пыль Алтая И теперь везем ее домой Полный багажник Пылищи Это просто кошмар Машина вся грязная Ну а пока Сережа Меняет колесо Я расскажу немножко Что происходило За последние Семь дней Ничего особо Не снимали Потому что Это был Какой-то один Для меня кажется Сплошной Нескончаемый день Просто бешеный ритм Мы Столько всего Объездили Почти На данный момент Мы накатали Почти Четыре тысячи Километров По Алтайскому краю Проехали мы Восемь районов Искатали Двадцать семь Деревень И посмотрели Почти сорок домов Все это произошло За семь дней Сейчас уже Десятый день поездки Но на седьмой день Мы К вечеру Седьмого дня Мы приостановили Поиски Ну Об этом все Расскажу попозже Когда я снимала Последний раз Наш привал Где мы пили чай По-моему Это было В районе Алтайского Оттуда мы отправились Потом В Петропавловский район Дальше В Краснощоковский И это Был последний день Насколько я помню Когда мы ночевали В палатке Потому что Уже Со следующего дня Наступили холода В Алтайский край Да и в Новосибирскую область Ой, сейчас проедет Трактор проехал Вот Пришло похолодание Очень сильно По ночам было холодно Пришли дожди Где-то я снимала Мы попали под ливни Посмотри какая трасса Оживленная Это в деревне Е-мое Раскатались Мы попали под ливни Даже был мелкий град И в итоге Четыре ночи Нам пришлось ночевать В гостинице Потому что Было очень холодно Действительно Первую ночь мы ночевали В Курье Вторую ночь В Поспелихе И две ночи В Краснощоково Ну у нас первый район В котором мы реально Хотели купить жилье На первом месте Это был Краснощоковский район Было еще три запасных района Это Поспелихинский Петропавловский Шипановский На тот случай Если мы Краснощоковский Не найдем Но Жизнь внесла Свои коррективы Все Получилось Вообще не так Как мы планировали Как это Ну это нормально Так обычно и бывает Никто не спрашивает Чего ты хочешь Получилось все Совсем по-другому В итоге Мы расширили поиск Аж на восемь районов И Первая удача Нам улыбнулась Уже именно В восьмом районе По очереди О котором мы Вообще Можно сказать Никогда не слышали И никогда там не были Поэтому для нас Это Все Я не знаю Все неожиданно Так сложилось Что мы пока Сами немножко Все в сомнениях И в ступоре Сейчас мы планируем Еще пару дней Побыть В Алтайском крае Остановиться В Барнауле У Сережиных родственников И дальше Уже Поедем К моим родителям Назад В Новосибирскую область У нас есть Как бы Небольшая договоренность По одному дому Скажем так Забегу вперед У нас есть договоренность Но пока еще Это все Вилами на воде Писано Мы решили Остановить выбор Пока на одном Доме И Подождать В этом доме Есть небольшая Заглазка с документами Которые Необходимо решить На это требуется Время Поэтому Пока заранее Ничего Рассказывать Не буду Ну как бы Не хочется Спугнуть Так сказать Потому что Ну и вообще Что-то рассказывать Вдруг ничего не получится Еще вдруг Все отменится Может быть Придется другой дом Искать Вот Поэтому Вот Пока все Вот это В подвешенном состоянии В общем остается Но Искать мы уже Пока дальше Ничего не будем Мы Поедем Все-таки Домой Вот такая Поездка Была Бешеная Если кому интересно Восемь районов Которые мы Искатали Это Краснощоковский Поспелехинский Шипуновский Бийский Троицкий Целинный Быстроистокский Петропавловский Да Вот Вот эти Восемь районов И в одном из них Вот у нас Пока что-то Намечается А пока Мы решили Покататься По району В котором Возможно Будем жить Чтобы уже Не было Каких-то Серьезных Сомнений Потому что Мы не собирались Сюда приезжать Там вот горы За кустами Вот это вот Ануй Речка течет Да Здесь Черыша уже нет Здесь Ануй Сегодня очень тепло Тихо Такой теплый Ветерок Птички Поют Еще решили Воспользоваться Моментом Тихо И спокойно Сухой погодой И возле речки Поменять масло Машине Так как мы Прокатали уже Почти Четыре тысячи Километров За десять дней Коровки Пасутся На лугу Вот Стадо Кукушка Где-то Кукует Дерельная Недалеко О том Почему мы Так долго Искали дом Почему столько Вариантов Рассматривали Это Все За раз И не расскажешь В одном ролике Об этом Мы будем потом Рассказывать Уже отдельно Как проходили Как прошла Эта неделя Почему нам Ничего не нравилось Что мы искали Почему мы Такие Привередливые Сейчас мы Уже Более Менее Такие На бодрячке Можно сказать Потому что Последние два дня Мы спали Отсыпались За всю Неделю Отдыхали А до этого Мы были Конечно В плачевном Состоянии Убитые Постоянной Вот этой Гонкой Целыми днями В машине Спишь Там По пять часов Буквально И снова В дорогу Еще При том Что После каждого Просмотра Очередное Разочарование Каждый раз Ты едешь С надеждой Но Надежды Не оправдывались Все Это Накапливалось Накапливалось Вот И уже Если честно говоря Где-то к пятому Ну к шестому Дню точно Поисков У меня Да и у Сережи Тоже руки Конечно опустились Мы очень сильно Расстраивались Уже мысли были Всякие Вплоть до того Зачем мы вообще Все это Придумали Мы ничего Не найдем Ну в общем Вот Ничего не нравилось Ну слава богу Сейчас появилась Хоть какая-то надежда Хоть какой-то просвет Во всей этой истории Чуть-чуть подальше Отъехали И увидели Вот такую картину На берегу Аноя Стрижи Гнездятся Я такое Первый раз Живую вижу Прикольно По телевизору Только видела Как вот Эти гнезда Земли делают В берегах Отвесных Вот такая Вот природа Здесь Удивительно Так что На этом пока все Мы сейчас Направляемся Уже К родителям Домой Будем Ждать Результатов По Нашему Выбранному Варианту Получится у нас Что-то или нет Срастется ли что-то С документами В общем Будем пока В ожидании Но если не получится Значит Придется ехать Снова что-то Выбирать Ну Я думаю Рано или поздно Все равно Что-то выберем Да И переедем Уже Наконец Вот это Алтайский край Концент Кому интересно Эта тема Подписывайтесь На канал Пишите комментарии Всем до новых встреч В следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok